Ну что, всем огромнейший-огромнейший привет! У нас сегодня с вами опять новый влог. Опять основа. Мальчиков я своих проводила сейчас, ну, как всегда. Кого в садик, кого на работу. И, в общем-то, вы видите, какое солнце? Нет, вы это видите. Когда такое солнце, знаете, мне хочется просто какого-то всегда преображения. Я не могу ни есть, ни спать. Мне вот хочется какой-то новизны. То есть, видите, патчи, какого-то обновления хочется. Наложила вот такие, нашла... Ой, где я их покупала? По-моему, в пятерочке, что ли. Здесь три пары, и они стоили вообще рублей сорок. Знаете, такие обычные себе вполне нормальные патчи. Да, сыворотки много. Да, там, если придраться, она стекает. А патчи тоже стекают. Но это же все можно потереть, да, в конце концов, за сорок рублей за три штуки. Патчи вот в таких вот ванночках находятся. И я, наверное, сегодня поеду еще куплю такие. Мне нужно будет с Алиночкой сегодня фикс заехать перед садиком. И пятерочка у нас там рядом. Ну, посмотрю что-нибудь такого девочкового. Правильно я сказала? Да, наверное, правильно. Алиночка! Что-то так рано она у меня сегодня проснулась. Прям ни свет, ни заря. Дела не дала поделать. Ну, ладно, сейчас будем вместе что-то придумывать. Я хочу перекусить. Смотрите, достала вот такую кашу Ясно-Солнышко. Но она в пакетиках, в общем-то. Сейчас попробую какой-нибудь новый вкус. Так, я с изюмом, что ли, пробовала это с яблоком и молоком. Я хочу сказать, что каша, вообще сама задумка этой каши, да, неплохая. Но мне показалось, что она очень и очень сладкая. Да, вот такую я пробовала. Она прям голый сахар. Такой, чтобы с абрикосовым и молоком попробовать. Молочко достала, девочки. Теперь мы домашнее деревенское молоко не берем. К сожалению, лавочка наша накрылась временно. Ой, Алин, давай без фанатизма. Давай ты к маме не будешь подлазить. Окей? Прям тут кусочки абрикоса, да? Все как полагается. Ой, Алина у меня там смеется. Короче, кашка настоялась. Я сейчас попробовала ее. Вроде бы не такая и сладкая. Может быть, от вкуса еще зависит, да? И знаете, это такой полезный перекус на работе, где-то в офисе, да? Потому что состав у этой каши, в принципе, хороший. Можно мужьям своим посоветовать, почему бы и нет. В общем, да, буду иметь в виду. Привожу себя в порядок, потому что сейчас должен приехать курьер. Да и вообще, сегодня хочется мне выглядеть подобающим образом, так скажем, мягко говоря, да? Я использовала сегодня базу и тон Фаберлик. Девочки, вместе они ложатся просто потрясающе. Единственное, вот эта вот база, да, сияющая, которая под макияж, она при нанесении как бы расслаивается, что ли. Но не бойтесь этого, потому что база своих качеств от этого не потеряет. Алиночка у меня задремала. По телевизору у меня идет Индиана Джонс. Девочки, обожаю этот фильм, просто обожаю. Чистенько включаю, вот чисто для фона, этот фильм, любую часть. Тут у меня Алиночка. Так, и косметоз. Я сейчас красилась прямо вместе с Алиной. Телефон у меня перед глазами всегда, потому что, ну, курьер позвонит, там, либо муж позвонит, либо мама позвонит. Как-нибудь, может быть, на втором канале я сниму вам, чем я сейчас пользуюсь на регулярной основе, наша любимая с Алиночкой Скай, как без нее. А сейчас я начну опять разгребаться с вещами. Этот процесс мне уже, честно говоря, вот здесь. Обещала я показать вам наши шкафы, девочки. Я потише, да, потому что Алиночка прямо вот рядом-рядом спит. Вот мы все освободили уже, видите. Так, открою потихонечку тоже. Все пусто. То есть вы сами понимаете, что эти вещи нужно было вытащить, их нужно было распределить, разложить, как-то переформировать на трех детей. Ну, здесь мои вещи были, как бы, да, но я их тоже перебирала. Тут что мне, что сестре, что в деревню, что там на повседневную носку, что на домашнюю носку, что на выход в свет там, да. Так, повседневную, домашнюю носку. Вот так, я уже, по-моему, с ума схожу. Вот, я думаю, вы поняли. Единственное, вот эта вот полочка осталась здесь. Вот зимние вещи, которые вот я сейчас спрятала, да, и достала весенние. Эти зимние вещи тоже нужно будет перебрать и куда-то распределить. Ну, конечно, все будем вас освобождать. Здесь, что у нас с вами. Так, 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 тут вот, посмотрите, здесь столько было всего. То есть, вы понимаете, да, на вот этих полках всякого скарба было очень много. Вот там наверху там, кстати, бульдозер остался у мальчишек. Мы его туда прячем, потому что, знаете, вы не видели, как дети могут растерзать игрушки? Если нет, то тогда приходите к нам. Ну, короче, тут вот новогодние еще костюмчики остались, потому что Петя говорит, мам, не прячь, они периодически их надевают. Ну, думаю, пускай надевают, потому что на следующий год они вот маленькие, как бы беречь тут нет смысла, да. Алиночка мышкой по-любому не будет. Куплю ей что-нибудь такое интересное. Сумочки тут вот в остаточных элементах, да. Потом, что сейчас. Так, я тут совсем в домашней одежде, поэтому как-то прячусь. Здесь тоже освободили, видите. Тут эластичный бинт. Это я просто спрятала его сюда. Дети таскали. Все пусто. Здесь что у нас? Здесь тоже шкаф, да. Тут все верхнее отечество поснимали. Там тоже освободили. Здесь остались одеялки, которые используются для Алиночки, которые вот мальчишки в них играют. На кровать, чтобы постелить тоже одеялко. Оставила и подушка из коричневой лодки, и фаберликовская. Все остальное мы все попрятали. Я уже, в принципе, вам говорила, девочки, что вот это все дело с нашими изменениями дается мне очень тяжело с нашим ремонтом, потому что нагрузка, просто реально нагрузка, она возросла в разы. На меня, на мужа. Я вижу, что муж на выходных очень сильно устает. Мало того, он пашет на работе, да, круглые, ну, практически сутки. Так уж я утрирую, ну, с утра и до вечера, да, выходные. Вот в таких вот бытовых делах уже устали абсолютно все. Так, девчонки, мне надо губы, пожалуй, немножечко увлажнить. Вот так одной рукой я сейчас... Так, так, так. Это, кстати, сайхерп. Вот такой кокосовый бальзамчик. Ну и вот, и я вот, когда остаюсь одна с Алиночкой, да, я стараюсь как-то не полностью вот погружаться именно в домашнюю рутину, потому что от этого может реально поехать крыша. Я стараюсь находить для себя все время какие-то отдушины. Понятно, что YouTube – это моя самая главная отдушина. Я начинаю искать какую-то теплоту, какую-то отдушину, какую-то мотивацию еще и у блогеров. Меня цепляют не супер-пупер какие-то раскрученные каналы, а блогеры, у которых подписчиков не так много. Что там за коробка? Я всегда обращаю на нее внимание, когда я снимаю свои видео. Я уже задавала вопрос этому своему мужу, девочке. Это наш проектор. Муж сказал, что ему некуда его поставить. Он находится в коробке. Это очень дорогой проектор. На втором этаже там перепады температур идут. Туда проектору нельзя. Если его поставить ниже, да, куда-то, то могут добраться дети, а это все, пиши, пропало. Поэтому пока во влогах вот эта вот коробка. Так вот, по поводу отдушины, я хочу вам рассказать о канале Маши Сильверстовой. Она ведет свой блог на Ютьюбе. В основном там она снимает блоги. И проживает Маша в Крыму, в Севастополе. У нее двое детей по годам. Машенька очень молоденькая девочка. Она чем-то мне напоминает мою сестру. Наверное, своим оптимизмом, своим жизнелюбием, что ли. Своей аурой. И, в общем-то, она снимает такие лайф-влоги о своей жизни. То есть готовка, уборка там. Она показывает Крым. Представляете? Прям хочется сделать вот так вот. закупки продуктов. Ну, все, что угодно. В общем, она демонстрирует именно свою жизнь без прикрас. Машенька очень любит свое дело. Мы сегодня с ней даже немного пообщались в Инстаграм. И она ни в коем случае не собирается бросать Ютьюб, потому что пробиться сейчас на Ютьюбе вообще практически нереально. Народ уже ничем не удивишь. И я думаю, что вы, как зрители, тоже это все прекрасно понимаете. Вы знаете, я почему решила рассказать вам сегодня о Маше? Я вообще с утра решила, что это какой-то знак. Я вот недавно начала ее смотреть. И мы сегодня с мужем утром так общались, пока собирали мальчика в садике, пока я мужа собирала. И чего-то так навеяло летом, вот это весеннее солнышко, и чего-то там слово за слово говорю. Ну, блин, ну море, наверное, нам в этом году точно не сведет, потому что ситуация тяжелая, тут еще коронавирус, и цены какие-то непонятные, и доллар, да, и прочее, прочее, прочее. И ехать нам, в принципе, не на чем, да, потому что машина нас не увезет никуда, нас много. И машина уже старенькая, честно говоря, но муж сказал, слушай, может быть, в Крым, туда же ходят поезда, туда же построили мост. Короче, я сегодня вообще на позитиве, целый день я уже начала как-то, знаете, продумывать какие-то моменты, какие-то аспекты, я уже мысленно собираю вещи, и, в общем, да, мечтать не вредно, губы раскатала, да, несмотря на то, что у нас приближается ремонт, муж через два дня уходит в отпуск, несмотря на то, что я начала заниматься своими зубами, это тоже не из дешевых, да, удовольствия, отдых, тем более с тремя детьми, это тоже дорого, да, поэтому я не знаю, но еще раз повторяю, что мечтать не вредно, и опять всплыл этот Крым, я почему-то раньше скептически относилась к Крыму, и как-то вот слышать о нем даже не хотела, но сейчас я уже думаю, хоть куда-нибудь, да, если мы куда-то выберемся, это будет просто, наверное, волшебством, это будет исполнением наших желаний, да, это будет просто каким-то чудом. Девочки, если я попаду в Крым, если такому суждено будет случиться, я обязательно соберу блогеров, там, подписчиц, где-то там в кафешке, мы посидим за бутылочкой вкусного крымского венца, и с вами посмеемся, потрещим, да, как многие любят выражаться, короче, вот как-то так, в общем, девчонки, ссылочку на канал Машеньки оставлю под этим блогом, заглядывайте, смотрите, может быть, она вам тоже понравится. Интересная девочка, вот реально интересная, ну вот знаете, вот она сама по себе, ее индивидуальность, она не заезженная, понимаете, потому что блогеров одинаковых, вот как под копирку, сейчас на ютьюбе, просто пруд пруди, а это что-то такое, знаете, что-то свежее, что-то интересное, не проходите мимо. Покажу сейчас вам, девочки, куда мы пересортировали наши вещи, еще раз повторяю, что это было очень сложно, и я не знаю, что сейчас в шкафах, на какой стадии там находится беспредел, возможно, который имеет место быть, ну давайте вместе с вами, как бы, да, ну тут остались какие-то аксессуары, которые должны быть всегда под рукой, фотографии детей, я всегда здесь храню, ну тут видите, детский називин, очень актуально, когда дома много маленьких детей, свечку зажигаем периодически, ну тут тоже какая-то мелочевочка, вот сюда мы сложили все для съемок, ну это, кстати, еще не все, где остальное, а тут тоже для съемок и наушники, и знаете, что это такое, только не смейтесь, это огонь на выдумке хитрая, здесь я храню свой фотоаппарат в логовой, когда выезжаю куда-то в магазины, потому что у меня нет чехла, да, блогеры такие, блогеры, здесь мои лачки, я их, в принципе, вам показывала, что-то рука у меня не поднимается, их отсюда убрать, здесь какая-то мелочевка, чтобы она не была на глазах у детей, да, тут вот зеркало, допустим, фаберлик, вот это с подсветкой, это вообще, дети готовы его просто, мне кажется, проглотить, тут коробки, тут ирригатор хранится, не знаю, куда его убрать, и тут от объектива, да, что-то, а, этот объектив там роновский, что ли, который, не помню уже, дальше, дальше, тут сюда тоже можно еще что-то поскладывать, да, в принципе, на досуге, давайте посмотрим, что в шкафах, вот посмотрите, сюда мы поскладывали с мужем постельные комплекты, с учетом того, что у нас кровать будет меняться, да, то есть у нас появятся три детские кроватки, половина комплектов тоже уйдут в небытие, да, я думаю, что вы понимаете, здесь, что здесь у меня плейдо от детей я спрятала, здесь новые раскрасочки тоже от детей я спрятала, ну, вы сами понимаете, нужно дождаться момента, потому что они, ну, мне нужно с ними быть в этот момент, здесь вещички для Алиночки, и верхняя одежда для мальчиков, мы все повесили, здесь все, знаете, в куче, в такой, но пока вот некуда, некуда, здесь вот даже моя блузочка, что делает, я не знаю, здесь я перераспределила вещи на выход для мальчиков, то есть вы сами понимаете, что удобнее будет распределить что-то там, стопочку для Пети, стопочку для Миши, брючки для Пети, брючки для Миши, трусишки для Пети, трусишки для Миши, но пока нет такой возможности, у нас вот все в таких стопках пока, и здесь тоже, то есть я собираю детей в садик, я знаю примерно, где мне искать, да, и вот я начинаю собирать, здесь плед от кровати, вот от этой, от белой Алиночкины комбинезончики, пока не убираю, потому что вот этой ночью у нас было вообще минус 10, пока так, так, это в этом шкафу, не могу сказать, что мне это все нравится, да, но деваться некуда, так вот я перемещаюсь, что у нас тут, тоже долго разбирали, здесь ящик, нужно будет в Леруа купить контейнеры, да, муж сказал, что займемся этим вопросом, а здесь новые носочки, новые колготочки для мальчиков, здесь у нас морские вещи, кстати, о рыбках, да, здесь принтер, бумага, здесь полотенчики, в общем-то, ну, в принципе, все, ну, так нормально, аккуратно, здесь я храню влажные салфетки, да, чтобы мальчики не растерзали, ну, вот мыльце ароматное положила, с Турции привозили знакомые, тут вот какие-то новые сорочки, пока вот, чтобы были на виду, полотенчики для ног, тут уже банные пошли, и для рук, вот там вот, за корзинкой, ну, для рук я парочку сюда положила, чтобы мне туда не лазить, тут уже мои вещички, видите, в коробках мои титики лежат, носок какой-то тут, в общем, носочки, нижнее белье, здесь вот летние вещи, вот такие вот, в том числе, съемочные какие-то, да, здесь футболочки для моего папы, надо будет подарить, там домашние какие-то костюмчики, тоже новые, я не хочу их открывать, потому что, мало ли, там больницу куда-то, да, тут брючки на выход, ну, в общем, тряпье, тут тоже в основном парадно-выходное мое, здесь домашняя одежда для мальчиков, то есть тут брючки, видите, трусишки и маечки я сложила вместе, потому что, ну, глажу и сразу складываю, некогда, не до сентиментальности, тут тоже штанишки, ну, в общем, так, а здесь вещи для Алиночки, видите, они в самом нижнем ярусе, там пеленочки, тоже все будет разбираться, у нас еще комод стоит, тоже будем, не перебирали еще тут Алиночкины вещички, видите, ну, постоянно под рукой, постоянно что-то беру, только все поскладываю, и все уже тут бардак, тут вот два выдвижных тоже, тут трусишки у мальчиков остались, нужно будет перебрать, потому что здесь много маленьких уже вещей, тут были новые носочки, но нужно будет тоже продумать, короче, этот комод будет полностью Алиночкиным, у нас вот тут вот большой еще шкаф, там вот мой косметоз и какая-то прочая трихомотья, обувь, а тут вот у мужа сейф, здесь ружье, не думайте, денег у нас только нет, чтобы в сейфе хранить, и тут вот моя, ну, временная такая, студия одежды, да, даже как правильно ее обозвать, ну, вот видите, всякие пиджачки, всякие тут и джинсовочки, блузочки, в котельной у нас есть вот такой вот шкаф, куда муж попрятал свою одежду, то есть вот у него какие-то ветровочки, там тоже он что-то хранит, не знаю, а там у Питеньки боты, ну, сюда обувь можно поскладывать, потом тут мужа тоже нижнее белье, тут свитерочки, носочки, видите, здесь у него джинсы, тоже свитера какие-то, здесь у него носочки, и здесь вещи детей для носки около дома, то есть, ну, такие вот, чтобы их можно было пачкать, да, там у нас один комод детский, который тоже будет сортироваться, там вещи будут, какие парадные, какие маленькие, все отделять друг от друга, и так, курьер привез мне шин посылочку, наверное, вечером посмотрю, что тут такого интересного и полезного, конечно, потом вам покажу, я по традиции покажу вам, что буду на обед кушать сегодня, это у меня старое картофельное пюре, и две котлетки мне достаточно будет, на ужин буду все свежее варить, и котлетки жарить, и картофельное пюре, и достала свой компьютер, мою палочку-выручалочку, конечно, конечно, девочки, те из вас, кто занимается удаленкой, обратите внимание на вот такую технику, на операционной системе, IOS, да, правильно? Я правильно выражаюсь? Цены им нет, конечно, это надежный, такой верный товарищ, который просто работает, я сейчас буду делать заказ василек, мне нужно во что-то одевать своих детей. Этот влог у нас получился с вами таким суматошным, таким наспех отснятым, таким жизненным, но и вы войдете тоже в мое положение, потому что очень много реально дел, и все на бегу делаю, все на одной ноге, вот реально, все требует внимания моего, понимаете? Все. Короче, мы с вами увидимся совсем скоро в новом влоге, обязательно будут ремонтные видео, обязательно, в общем-то, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои запросы, не забывайте заглянуть в описание этого ролика, всех люблю, всем весны, всем здоровья, всем пока!